Второе занятие кружка для продолжающих мы сейчас сделаем так. Сначала разберем, что такое число Фибоначчи. Это замечательный математический объект. Рассмотрим несколько разных определений этих чисел, а потом, если останется время, то решаем задачи. Последовательность Фибоначчи определяется следующим очень простым образом. Первые два ее члена – это единицы. Каждое следующее число является суммой двух предыдущих. Дальше я не буду писать. Это первое число Фибоначчи. Второе, третье, четвертое, пятое. Сейчас рассмотрим несколько задач. Если честно, во всех этих задачах ответом является именно число Фибоначчи. Ну, какое это, естественно, Фибоначчи? Первая задача такая. Представьте себе, что у нас имеется полоска высотой в две третки и какой-то шириной. Ну, посмотрим сейчас, сколько у меня получится. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мы эту полоску разрезаем на доминошке. Что значит разрезаем на доминошке? Вот так вот. Значит, вот одна доминошка. Вот вторая. Ребят, цветной мел, в общем, не очень виден. Давайте сделаем так. Я буду листомно рисовать. Я буду лучше рисовать вот такие дни. Надеюсь, что это будет понятнее. Вот одно из показаний. Разумеется, есть и другие способы. Например, можно было все время вертикально немножко ставить. Или в конце я мог вот не так, а две вертикальные. Много разных способов. Вот вопрос. Сколько существует способов прямоугольник размером 2 на 7 или 2 на 8, или 2 на 6, или 2 на 10. В общем, какой-то прямоугольник разрезать на доминошке. При разных размерах получаются, естественно, разные ответы. Это типичная задача по комбинаторике. Давайте подумаем, как можно ее решать. Сколько способов прямоугольник размером 2 на 7 можно разрезать на двухклеточное прямоугольник? Подсказка. Не надо сразу решать задачу размером 2 на 7. Вы можете сделать так. Поставить перед собой совсем простые задачи. Скажем, размером 2 на 3. Или 2 на 4. Кстати, 2 на 1. 2 на 1. Это самая лучшая задача. Я даже сразу знаю ответы. Сколько способов? Это ее один. Один единственный способ, конечно. Конечно, один единственный способ. Дальше давайте посмотрим. 2 на 2 это 2. 2 на 2. 2 способа, горизонтально и верстикально. Такой есть способ. И такой. Отлично. Отлично. 2 способа у нас есть. Теперь посмотрим ситуацию в 2 на 3. Все две вертикальные. Первая вертикальная, потом две горизонтальные. Первая вертикальная, а первая дверь вертикальная. Совершенно верно. Первая дверь горизонтальная, здесь вертикальная. Три способа. Смотрите, здесь способов у нас всего 2. Здесь способов очевидно 3. А потом будет 5. А потом будет 5. Молодец. Почему? Не, не, не. То, что сегодня мы занимаемся этой темой, а значит ответ обязательно, ну это не честно. Это не честно. Нужно действительно понять, почему для доски размером 2 на 4 будет у нас 5 способов. Так вот, почему для доски размером, ну это ничего. Действительно 5 способов. Попробуем. на самом деле нужно как-то внимательно посмотреть вот сюда и сюда и понять как будет получаться следующий все способы для волос шириной 4 как будут получаться вот там где есть способы здесь везде чтобы получить вот такие три способа нам нужно разобраться вот с этим надо просто добавлять еще одну сверху вниз все формулируется гораздо проще итак как выглядят решения для полоски ширины 4 девушек не можете нарисовать можно взять и нарисовать просто нарисовать какие есть решения сердись пожалуйста я просто взять и нарисовать все пять решений просто взять и на доске нарисовать да, прошу так, все вы немножко вертикально затем выберем немножко теперь вертикально другие две горизонтально первые две горизонтально и вертикально две вертикально что-таки, знаешь, не настолько ты притрудился, чтобы не суметь нарисовать одну линию этот весь педрёж надо с себя снимать здесь горизонтальная линия здесь вертикальная и дальше все горизонтальные ну хорошо четыре способа нарисовать четыре способа нарисовать но как-то не видно не видно чтобы вы легко решили бы задачу для полоски ширины пять понимаете здесь просто одну придумал вторую придумал не было в Бриднаме не было в Бриднаме не было в Бриднаме неужели когда вам дадут полосу размером два на пять неужели не видите как можно естественным образом перечислить все две и будет восемь вариантов разрезания неужели вы тоже будете так вот как Женя только что делал один способ придумал вторую особенно грустно когда ширина станет еще больше тогда вы обязательно в какой-то момент запутаетесь и либо два раза одно и то же нарисуете либо наоборот забудете дали вам такую фигуру и говорят разрежь на две ножки что вы можете делать когда сначала посмотреть сколько способов с первой ножкой сбоку потом еще очень правильно показываешь сначала посмотреть сколько существует способов когда крайняя левая верхняя клетка содержится в вертикальной двенушке ребята обратите пожалуйста внимание когда вы уберете вот эту двенушку останется на самом деле доска размером два на четыре а для доски размером два на четыре мы задачу уже решили мы знаем что там пять способов другая конструкция когда вам дали ту же самую размером два на пять смотрите что вы можете сделать если горизонтальная то то на самом деле задача свелась к тому чтобы разобраться с тремя а задачу для прямоугольника два на три мы с вами уже решили мы уже знаем что там три способа значит здесь способов пять здесь три и пять плюс три сколько будет всего восемь восемь ровно так же когда вам дадут полоску два на шесть вы что сделаете нарисуете вертикальную или горизонтальную правильно отлично 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 значит действительно закономерность такая же как в ряде фибоначчи потому что каждое следующее количество это сумма двух предыдущих и поскольку начало а именно один два три пять восемь здесь у нас присутствует то и дальше будет так же мы молодцы мы решили первую из сегодняшних задач которые я повторяю приводят все к одному и тому же ответу к числу фибоначчи вторая задача будет о книжках книжках на книжной полке представьте себе что мама не ругается если книжка стоит на своем месте или рядом вот если книжка которая должна стоять на пятом месте стоит на пятом или на четвертом или на шестом то мама считает что это случайность а если отклонилась чуть чуть больше то все все уже без порядка скажите пожалуйста сколькими способами можно поставить книжки чтобы маме казалось что на полке порядка посмотрите если у вас одна книжка то вы ее просто ставите и собственно она стоит на своем месте автоматически если у вас две книжки то либо они стоят на своих местах либо переставленные но мы считаем что мама это выдержит согласны отлично а дальше внимание три книжки либо на своих местах либо одна на своем месте а третья и вторая переставились либо первая и вторая переставились а третья на своем месте вот ребят если вы мне сейчас для каждого из этих пяти рисунков продиктуете соответствующий способ поставить книжке на полку то я пойму что вы все поняли и собственно перейдем к следующей задачи так кто может здесь продиктовать самые верхние картинки можно считать пять один два три четыре ну пять там не бывает да так дальше один два четыре три тоже хорошо два один четыре три четыре четыре дело в том что когда у нас вот так вот нарисовано то мы считаем что эта книжка стоит на своем месте а когда у нас вот так вот нарисовано то соответствующие две книжки переставлены здесь у нас что один три два четыре и внизу два один четыре три так давайте возьмем сейчас картинку страшнее и для нее все эти впечатления проведем так раз два три четыре пять шесть так правильно что значит восемь клеток в ширину и в высоту давайте эти книжки будут например так устроены один три два переставились четыре пять на своих местах стоят семь и шесть переставились и восемь на своем месте кто может нарисовать соответствующую систему доминошек нет 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 вы договорились доминошки рисовать такими линиями потому что это слишком долго получается и наконец все спасибо отлично действительно когда числа переставлены скажем семь и шесть стоят в неправильном порядке то мы это отмечаем тем что доминошки лежат на резонталье поняли это надо успевать рисовать потому что конечно очень много уже всего нарисовали а в странице ничего нет так хорошо хорошо теперь наверное пора уже третью подачу мальчик в школе учится без троек и без четверок замечательная школа где ставят только двойки и пятерки то есть знаешь материал где ставят пятерку не знаешь ставят двойку и еще мальчик замечательная семья они не обращают никакого внимания на его учебу когда он приносит домой пятерки и проводят воспитательную работу когда он приносит домой двойку причем такую суровую воспитательную работу которая гарантированно дает результат правда неизвестно на сколько раз то есть в следующий раз после двойки он точно выучит домашнее задание все 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 и получит пятерку а вот дальше можно опять получить либо двойку либо пятерку проще говоря запрещены две двойки подряд вопрос сколько существует вариантов получить десять оценок представьте себе что этот мальчик получил десять оценок подряд каждая из них двойка или пятерка да восемьдесят девять а почему потому что это кстати думаю что это десятый человек можно считать первое второе третье четвертое пятый шестой седьмой восьмой девятый десятый десятый пятьдесят пятьдесят опять дима в своем репертуаре он убежден что если на уровне стали говорить о числах фибоначчи значит ответ там где десять оценок это обязательно десятое число фибоначчи а то на самом деле двадцатая вдох дам два умножения вообще жизнь она интереснее чем кажется знаешь нет я не думаю что ответ будет восемьдесят девять восьмой и более того если чуть-чуть подумали даже догадаться какое число вот смотрите если у вас всего две оценки то сколько вариантов можете можно выписать да две оценки два есть два пять бывает да еще пять два пять два пять два 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 три 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 четырех число фибоначчи такие вот воришки они не получат свою двойку правильный ответ был не восемьдесят девять а сто сто четыре понятно остался доказать ну давайте посмотрим если у нас акцент да ребят единственное надо было конечно это написать туда да там где три варианта давайте я собственно так потом и сделаю а пока здесь потом значит сюда у меня вообще не нужно ничего писать дело в том что если наш мальчик получает в школе даже одну оценку то она уже может быть двойкой или пятеркой а это означает что единственный вариант это когда он просто не получил еще ни одной оценки хорошо теперь да теперь у меня большая проблема куда писать двойку куда писать пятерку куда писать два два куда писать два пять куда писать пять пять два вы скажете все равно но на самом деле вполне все равно дело в том что в математике бывают конструкции естественные и не очень естественные вот давайте я это могу так объяснить представьте себе что вы пришли в кинотеатр где мест столько же сколько собралось народа какие есть способы рассадить людей ну есть один часто применяемый способ какой садись как хочешь замечательный способ это и называется садись как хочешь еще бывает все садятся на свои места это билет по билету да напечатать билеты и каждому человеку объяснить что он должен пойти туда куда не берите как разумно так чаще всего делать отлично а вот теперь такой вопрос если у нас скажем здесь вариантов будет пять штук способов поставить три оценки тоже пять вас впечатывать какие то билетики или есть какойто естественный способ вот здесь помните книжки мы расставляем все правила там был естественный способ там был естественный способ а здесь что здесь все пятерки на самом деле младиться 5, 5, 5. А здесь? 5, 5. Такого не бывает. 2, бывает. 5, 5, 2, бывает. 5, 5, 2, не бывает. Здесь что? Какой 2, 2? 2, 5, 5. 2, 5, 5. 5, 2, 5. 5, 2, 5. И здесь? 2, 5, 2. Конечно. И здесь 2, 5, 2. Замечательно. Теперь давайте посмотрим, что у нас будет вот здесь. А очень просто у нас здесь будет. Вот идем и говорим, что здесь пятерка, а здесь двойка. Но после двойки обязана быть пятерка. Здесь пятерка, пятерка, двойка, пятерка. И здесь что? Здесь двойка, двойка. Здесь даже ничего. Молодец, Женя. Смотрите, здесь была последовательность из четырех. Чисел, а здесь из трех. Поэтому последнее у нас теперь не пишем. А если? То есть вот последовательность оценок на единицу короче. Теперь давайте пойдем сюда. Здесь будет просто четерка, а здесь будет двойка. Так, здесь 5, 5. Здесь 5, 2. И здесь что? Здесь 2, 5. 2, 5. По-моему, я все рассказал. Я все рассказал. Но только давайте так. Можете вы, забыв про две предыдущие задачи, то есть и про задачу о разрезании на доминошке, и про задачу о книжках на полке, можете вы рассказать решение вот именно этой нашей задачи про оценки? Потому что, ну как-то... Вообще, в идеале нужно уметь решать задачу саму по себе и знать ее взаимосвязи с другими задачами. Повторяю, что мы сейчас должны сделать. Представьте себе, что нам не рассказали задачу про доминошки, и нам не рассказали задачу о книжках на полке, а просто четко поставили задачу. Значит, мальчик должен получить 10 оценок, каждая двойка или пятерка, и при этом нельзя, чтобы... Что нельзя? Чтобы было две двойки. Рядом две двойки. То есть, две двойки можно, но подряд, одна за другой. Две двойки подряд нельзя? Сколько способов получить цепочку из 10 оценок? Отлично. Задача понятная. Как вы ее будете решать? Вы должны сначала рассмотреть базу индукции. Что такое базу индукции? Это совсем маленький числ. В данном случае, что разумно считать совсем маленьким? Один. Когда-либо оценок вообще нет. Тогда сколько способов? Один. Один. Нет, не ноль. Почему? Один. Ничего не делать можно одним единственным способом. А то ничего не делать. Так. Никаких оценок не получаешь, ничего не было. Отсутствие чего бы то ни было, это один единственный способ. То есть ничего нет. Замечательно. Дальше. Когда одна оценка? Два способа. Это либо двойка, либо пятерка. Вот это и есть, господа, база нашего индукционного рассуждения. Для случая нуля оценок мы знаем ответ. Один способ. Для случая одной оценки мы тоже знаем ответ. Два способа. А теперь вопрос. Пусть мы уже решили задачу для разных чисел, для, скажем, последствий из таких оценок, из таких, из таких, и рассматриваем теперь ситуацию, когда оценок стало вот еще больше. Ну, например, пусть мы уже решили задачу для нуля, одной, двух, трех и четырех оценок, а хотим решить для пяти. Так, вот, смотри, тут у нас одна оценка, вторая, третья, четвертая, вторая, и здесь вот пятая. Сколькими способами можно на эти места поставить двойки и пятерки, чтобы нигде две двойки не стояли рядом. Хорошо. Вспоминайте, как мы решали задачу про доминошки. Помните, как там было? Левая верхняя клетка... Мам, мы с вами интересны. Конечно. Задачи меньшего размера. Мы сводим нашу задачу к задаче меньшего размера. Ну, что, по-самому, пятерку? Да так говори. Ну, начальник, надо поставить пятерку или двойку. Конечно. Дима абсолютно разумно говорит, что в самой первой позиции может быть либо пятерка, либо двойка. Придется эти два варианта отдельно нарисовать. Значит, вот один вариант. Раз, два, три, четыре, пять. В первой позиции стоит пятерка. Второй вариант. Начинается все с двойки. В одном случае он приходит в школу и сразу получает пятерку, в другом случае он приходит сразу получать двойку. Замечательно. в этом случае что мы скажем? Пятерка ни на что не повлияла. Согласны? Да. Следующие четыре оценки могут быть следующая оценка может быть пятерка или двойка. То есть вот эта задача помните я здесь вот вводил вот такая же ситуация здесь любые двойки и пятерки лишь бы не могли рядом быть двойки. Правильно? По-прежнему запрещено двойку быть рядом. Хорошо. А после двойки что будет? Обязательно пятерка. Пятерка. И дальше у нас с вами идет. И дальше у нас с вами идет. Между прочим ребят я должен быть в этом месте покаяться. Дело в том что несколько лет назад для журнала Квант я написал статью про число Тюбоначчи. Статья вполне содержательная там много интересного настоящего интересного но когда я ее писал я чувствовал что она получается какая-то сухая. Вот вроде бы все что нужно рассказал вроде бы все интересно а все сухо как-то не так как мне хочется так вот два дня назад я понял в чем же проблема в той статье там конечно все правильно там действительно все доказано все замечательно но в той статье я отдельно решил задачу рассказал решение о разбиении на двенушке отдельно о этих самых оценках отдельно о книжном полке да вот просто как разные задачи и я не объяснил вот эту связь на самом деле связь очень простая связь очень простая я ее тогда знал то есть понимаете ну это простая математическая вещь но я не догадался и из-за этого получилась сухая статья потому что любой кто изучает математику всегда интересуется не только вот этой задачей но и тем как все это вместе как это связано как-то согласовано то что мы четыре или больше задач разных решили это конечно хорошо но еще лучше когда вы увидели что это на самом деле не четыре разные задачи а это одна конструкция которая с разных сторон на самом деле эффект есть абсолютно такой же но гораздо более ясно видный в такой замечательной комбинаторной задачи как задача в числах талан там несколько десятков определений которые все на самом деле про одно и то же но совсем не похожи друг на друга и вот там это еще лучше играет но поверьте если бы я догадался тогда статье одновременно решать эти задачи статья была бы гораздо лучше вот но дай бог когда-нибудь удастся в очередном переиздании что-нибудь сделать посмотрим в общем надо жить долго надо свои статьи тоже пытаться находить в них недостатки все давайте с этим с критикой я себя уже достаточно порукал чтобы меня еще школьники ругали все все дима значит теперь давайте по делу считается что смотрите норму я выполнил да все таки двойки и пятерки значит поняли да двойки и пятерки либо два пять и тогда получается задача размер который на двойку меньше либо начинается на пятерку и тогда размер задачи уменьшился на один хорошо три задачи уже было сейчас четвертая представьте себе полоску некоторой фиксированной длины и человек идет по ней каждый раз либо делая шаг длины 1 то есть переходите скрепите следующую либо делая прыжок длины 2 то есть перепрыгивает через одну клеточку вопрос сколькими способами он может пройти полоску длиной 10 плеток давайте такую полоску нарисуем уже рисовать поднимите 1 2 3 4 5 6 7 вот у меня 8 получилось начинает в крайне левой клетке заканчивает в крайне правой маршрут выглядит повторяю в следующем образом либо шажок либо прыжок ну вот например сначала сделал шаг на единице потом три раза прыгнул а мог так сначала прыгнуть а потом шаг потом опять прыгнуть и потом два шага и масса других разных способов так вот повторяю вопрос сколькими способами каждый раз либо сдвигаясь в соседнюю справа клетку либо перепрыгивая через нее и сдвигаясь в следующую сколькими способами можно пройти полоску данной длины порисуйте посмотрите разные примеры я бы советовал вообще начать с полоски длины один один ничего не делать можно не нулем способов а одним способом просто стоять вместе можно одним единственным способом два молодец молодец тоже три это два способа да ну давайте давайте посмотрим здесь вот что вы поняли даже связь с предыдущей задачей вы поняли чтобы я поняла как образовать если 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 так ну давайте слушайте можно я все-таки сотру здесь и нарисую себе достаточно длинную полоску не могу без полоски 1 2 3 4 5 6 7 8 и вот как раз 10 как раз 10 рассказывайте начинаем свой путь с этой клетки заканчиваем его в десятке я могу сейчас рисовать разные способы так 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 прыгнуть так прыгнуть так прыгать прыг прыг шаг 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 прыг ну и так далее очень даже имею это все разные способы если часто прыгать то меньше потребуется раз это делается да 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 конечно конечно там да 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 что то вы никак не можете привыкнуть вот к этому кондуктивному способу распространения не нужно пытаться нарисовать все способы для полоски длинные 10 не нужно девятая я не уверена узнать вы посмотрите для полоски длины 1 это будет какой число фибоначчи? 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 Когда у вас три клеточки, то можно либо два раза идти, либо один раз прыгнуть. Согласны? Два способа всего. А два способа – это третье число Фибоначчи. Значит, для полоски длины 10 будет какое? Десятое число Фибоначчи – это действительно 55. Только запрос, а почему это будет десятое число Фибоначчи? В клетках будет меньше, чем Н разделить на два. Да. Глубокая мысль? Если число Н нечетно, то к нему надо прибавить один и разделить на два. Это, получается, наименьшее количество целого передвижения. Смотрите. Вот смотрите. Во-первых, с одной стороны, это хорошо, что формулируются какие-то правила, законы. А с другой стороны, по ходу полной еруды, наводится такая высокая наука. Паша, а вот вы уверены, что вы сейчас такой, что называется, вклад во всемирную науку осуществили? Или, может быть, кто-нибудь это знал до нас с вами? Как вы считаете? Знали до нас с вами. Знали. Знали или не знали? Знали, конечно. То, что не бывает, шагов слишком мало. Вот если каждый раз двух рублей бумажек не бывает, не бывает. Не бывает. Бывают монеты двух рублей. Сейчас вполне действующие есть двух рублей. То есть, Паш, представьте себе, что вам заплатили зарплату. Вот вы там год работали и заработали 60 рублей. Год, каждый день по много часов работал, работал, работал. И, значит, количество расчетилось там. Начислите 60 рублей. Двух-рублевыми монетками. Скажи, пожалуйста, сколько при этом потребуется монеток? 30. Правильно. Правильно. Ну, это будет понятно? Ну да. Ну да. Так что это совсем понятно. Ребята, я вам больше того скажу. То, чего я от вас добиваюсь, оно, честное слово, не сложнее. Я добиваюсь рекуррентного закона. Я хочу, чтобы вы мне сказали, если мы уже знаем, сколько способов, ну, например, для полоски длины 20, и мы знаем, сколько способов для полоски длины 21, то количество способов пройти, начав с крайней левой, полоску длины 22, это сумма этих способов. Если бы мне сейчас кто-то это объяснил, то я бы пошел дальше, к следующей задаче. Но боюсь, что мне тоже ждать, ждать и ждать. Не надо ничего преобразовывать в доминошке. Совсем простая задача, ребята. Мы уже три таких решили. Пожалуйста. Уже три таких задачи свежие. Если я здесь удостоверю. Если я здесь удостоверю. удостоверю. Вот здесь это первое. Может быть, либо шаг, либо прыжок. Если шаг, то решается задача с девятьем. А если прыжок, то с восемьем. А что, Асюн Рабин? Женя абсолютно права. Действительно, мы либо делаем шаг, и тогда размер задачи уменьшается ровно на единицу. Либо делаем прыжок, и тогда размер задачи уменьшается на сколько? На 2. Поняла? Хорошо. А вот сейчас перейдем к естественному, взаимно однозначному соответствию. То есть давайте мы сейчас рядом с каждой... Так, только я можно уберу лишнее. Лишнее – это вот что. Вот это надо убрать. Здесь надо убрать, потому что я просто так рисовал. И, секунду, перед тем, как вы выйдете, я должен постараться вам такую вещь объяснить. Значит, три варианта – это когда полоска длины четыре. Значит, я должен рисовать вот здесь вот, господа, все время полоски из четырех клеток. Да. Вот я это сейчас сделаю. И прошу вас в тетради сделать, по-моему, то же самое. Здесь я должен, конечно, рисовать трехклеточные полоски. Хорошо. Интересный вопрос. А здесь какой длины полоску, высоты один, я должен буду нарисовать? Ага. Да. Длины девять. Длины девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодец. Именно не восемь. Именно девять. Почему? Потому что вот здесь вот три, а здесь четыре. Да-да-да. Молодец. Именно. Везде плюс один. Вот давайте я сейчас ее как раз и нарисую. Длины девять. Полоски по пять. Конечно. Ну, неужели вы думаете, что я все посчитаю, а? Разумеется, вы получите свои полоски. А вот рисовать их вы будете сами. Значит, я, разумеется, вам эти полоски нарисую. А вот маршруты… Сейчас кто-нибудь из вас должен будет пойти и… Можно? Да. Я поняла. Поняла? Ну да. Так, раз, два, три, четыре. И последняя полоска. Так, значит, господа, для тех, кто сейчас не в классе, а смотрит нас по интернету, огромная просьба. В таком родом местах останавливайте записи и перед тем, как смотреть правильные ответы, на самом деле сами рисуйте, потому что иначе толка будет мало. Так, здесь полоска, естественно, будет из двух клеток. Так, раз, ждите. Размите зеленый мел. Велик. Каждый раз нарисуйте маршруты. Так, да, но здесь интеллекта немного, потому что по-другому просто нельзя сходить. Дальше. Так, хорошо. Постарайтесь, пожалуйста, именно из центра, как идти в центр. Тогда все уже не против, уже не справились. Идешь дальше. Так. Молодец. Когда вертикальная доминошка, то мы делаем шаг на одну минуцу. Хорошо. Отлично. Этапы. Начинаем. Очень хорошо. Так. Ну, кто пойдет? Деньги можешь? Давай. Не, я сейчас все же. Деньги тоже интересен. Легкие задачи всегда быстрее. Всегда найдется много работников делать. Да, да, да. Роста хватит? Хватит. Ага. Заметьте, на начал обязательно с той самой, для которой роста не хватает. Да. Хватило просто. Отлично. Давай. Четыре. Не хватило места. Тут четыре. Да. Обманули. Обманули. Да. Да. Это везде обманули. Дальше. Отлично. Дальше. Прыжок. Очередный прыжок. И два шага. Так. Дальше. И два, Паша. Молодец. Так, Паша, сможешь разобраться вот с этим. Давай. Нужно нарисовать соответствующий маршрут для вот такого разбиения. Молодец. Молодец. Попытание. Там, где лежат доминошки, там же рук. Там, где стоят, там… Да, да, да. Хорошо. Давайте вот с этими задачами мы два фраза прекратим и оставим только вот эту. Дело в том, что уже эта конструкция настолько замечательная, что мы некоторые вещи из комбинатории… Да. А там почему шесть клетчих? Где? А… В полоске в самом верху. Прошусь. Может, ошибся. Ну, как? Если я здесь обсчитал в одну сторону, то там обсчитал, как будет. Так бывает. Так бывает. Так бывает. Даже книжек не бывает без опечаток. Уж во время устных лекций, естественно, что вроде по-страшному. Некоторые вещи вы успеваете заметить. Значит, когда вам что-то говорят, чаще всего неправда. Да? Просто неправда бывает разная. Бывает неправда, так сказать, злономеренная, а бывает неправда, как у меня сейчас… …когда я случайно чуть-чуть ошибся. Я же, по сути, это все правильно рассказал. Вот, господа. Я сейчас возьму длинную-длинную полоску и задам такой вопрос. Сколько способов ее пройти, двигаясь каждый раз на единицу или на двойку вправо? Так, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять не хочу, двенадцать хочу. Так, для этого мне потребуется двенадцатое число Фибоначчо. Это было десятое, правда? Это было десятое. Значит, логично, что это одиннадцать. Сказали десять? Да. 144. Между прочим, сразу скажу, что это очень легко запомнить. Это законодательность очень. Это бездонамерность. Это, на самом деле, случайность, ребята. Но она легко действительно запоминаемая. Помните, сколько было гостей в книжке Толкиена «Властелин колец»? Я очень читал. Не читал? Очень зря. Я знаю. Так вот здесь было именно столько. 144 – это двенадцать в квадрате. 144 – это двенадцать в квадрате. Теперь задача. Мы начинаем в левой клетке. Заканчивается маршрут, разумеется, в самой правой клетке. Вот, маршруты бывают двух типов. Те, которые через эту клетку проходят, и те, которые через эту клетку не проходят. Давайте я один такой маршрут нарисую здесь вот сверху. Маршрут, который через эту клетку проходит. Ну, например, вот так. Нормально? Нормально. Теперь давайте я внизу нарисую маршрут, который через эту клетку мне проходит. Не прошел? Не прошел. А теперь вопрос. Сколько существует маршрутов проходящих и сколько маршрутов непроходящих? Подсказка. Сумма этих чисел это будет? Число фибоначо. Ну, это верно, но какое? 144, конечно. Мы же тоже что-то сказали, что если у нас 12 клеток, давайте еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. Я не ошибся. Двенадцать клеток, двенадцатое число фибоначо. Значит, сумма должна равняться 144. А надо узнать, сколько проходит через эту... Две задачи. Сколько проходит, сколько не проходит. Ну, если вы умеете 144 вычитать, то значит, что вам достаточно решить одну из этих задач. Вторая сама собой получится. Что-что? Не проходит, да. Проходит через целый клеток. Я боюсь, что вы не знаете, и сколько проходит, и сколько не проходит. Давайте думать, вообще, как это можно сделать? Три варианта. Три? Три что делает? Я думал, что это гораздо... Давайте не будем управляться к страуме. Не будем управляться. Все, все, все. Иногда полезнее молчать. Полезнее просто помолчать. Да? Не списывай. Слушайте, здесь присутствует пять школьников. Я специально постарался, чтобы народу было как можно меньше, и даже они умудрились начать спорить. Списывай, не списывай. Попробуем. Одного сочинка, хитажера... Ребята. Вот, кстати, я могу сказать, какой у нас с вами уже зрительский успех. Дело в том, что файлы этого нашего кружка даже еще не выложены в сеть, пока выложен там только один кружок. А именно для начинающих одно занятие, вот его, сколько скачало сайт, я не знаю, и, в общем, я думаю, что уже никто никогда не узнает, потому что оттуда его убрал уже. А вот просто в сети R-трекер 83 человека скачало, и еще в настоящий момент 17 качают. Так что еще чуть-чуть, и будет ровно 100. Да. Да, вот, очевидно, что нам нужно довести это число хотя бы до количества зрителей телепередачи «Дом-2». То есть объясняю, объясняю, чем занимаются в «Доме-2». «Я тебя люблю, я тебя не люблю, я тебя, дальше не буду говорить, что». Да? Вот, там, кто кого ударил, кто кого оскорбил, кто про кого чего сказал. Ну, короче, радио сходить. Замечательно. Теперь вопрос, чем занимаемся мы? Даже самая реальная жизнь, да? То же самое сейчас, там, Дима сказал Паше, Паша сказал Диме. То есть такой нормальный конфликт из «Дом-2». Только у тех нет содержания, они при этом никого ничему не научат. А если вместе с нами, то, ну, квартиру, мы, конечно, никому здесь не подарим. Да я думаю, и там тоже не подарят. Так что это… Вот. Вот. Но зато математику выучу. Вот. Поэтому, господа, наша с вами цель. Вот, вот, ребят, вы не понимаете, вы здесь все такие расслабленные, сидите. Вот. На самом-то деле, ваша цель – получить, ну, хотя бы, такое же количество зрителей, как там. Правда? Да. Так думать надо. На таких, как вы, которые такую простую задачу решить не могут, тоже смотреть это будет. Так, давайте, мои телезвезды, ускоряемся. Хоть немножко думайте. Нет, вообще правда удивительно. При какой степени люди способны заниматься революцией. И… На это же время… Снимаем. Не-не, давайте мы, кстати, не будем школьников снимать. Потому что, просто вы как-то сейчас увлеклись этим. Я, собственно, по этому году вам начал говорить. Я очень не хочу, чтобы… Это… Я специально их сажал так, чтобы они не входили в камеру. Понимаете? Вот. Это… Просто мама стоит за камерой и хочет, чтобы всех-всех-всех увидели. То есть, на самом деле, нужно, чтобы был виден результат интернетуальной деятельности. А то сидеть при этом человек, скрестив ноги или, там, не знаю, развесив уши или сложив их… Честное слово, это не самое главное. Работа. Я говорю, сколько существует маршрутов, которые начались вот в этой точке, пришли сюда и потом отсюда пришли сюда. Так. А ну… Ну? что у меня такая задача маршруты маршруты которые начались здесь и закончились сколько здесь для полоски длины 5 5 вариантов отсюда сюда 5 способов пройти я даже не могу вам показать шажочками можно прыгнуть хорошо а если начать с этой клетки и закончить в той сколько способов 2 3 4 5 8 8 число 21 способ а вот дальше надо знать самое 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 замечательное правило комбинаторики если мы можем что-то сделать пятью способами и после этого независимо от первых пяти вариантов что-то сделать двадцать одним способом то что нужно перемножить нужно совершенно верно 5 умножить на 21 сколько будет 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 да 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 вот дальше вот мои линзе говорят так а если нет маршруты которые перепрыгивают через эту клетку как они устроены вы должны начать здесь любым образом сделать обязательный вот этот шаг чтобы миновать клетку мы должны через нее перепрыгнуть этот шаг он является абсолютно обязательно понимаете без него никого значит задача на самом деле состоит из двух нужно отдельно разобраться господа вот с этой задачей видите и нужно отдельно разобраться вот с этой задачей для начала здесь три варианта а там тринадцать давайте поймем почему раз два три четыре четыре пять шесть семь ветра да седьмое число фибоначчо раз два три четыре да тринадцать да совершенно верно господа три тринадцать тринадцать и умножить умножить не понимаю почему я там написал зеленую мелу она умножить да здесь право так 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 тридцать девять а теперь сто пять плюс тридцать девять это конечно же сто сорта четыре давайте Давайте, единственное, все-таки напишем это в виде формулы, в виде формулы это пишется так, φ12 это 12 число Фибоначчи, 144, это есть φ5, 5 число Фибоначчи это 5, умноженное, так, помните сколько там было 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сколько? 8, 8, 12 и 8, плюс, так, ужасно интересно, здесь сколько клеток? Плюс, собирается считать? φ4, умноженное на φ7, отлично, вот такая, замечательная формула. Заметьте, что я полоску мог взять любой длины и клетку тоже совершенно не обязательно было брать именно там, где я ее взял. Давайте все-таки напишем в общем виде эту формулу, потому что в теории числа Фибоначчи она очень часто встречается и используется она для того, чтобы одни числа Фибоначчи выразить через другие. Значит, картинка абсолютно такая же, только на этот раз я уже не буду расчерчивать точности на клеточке, а вот цвета я оставлю. Значит, господа, смотрите, какая история. Пусть у нас имеется некоторое количество клеток, nх, после этого у нас имеется некоторое другое количество м клеток. Вот. Только единственное, я не имею права рисовать так, потому что, заметьте, здесь красное с зеленым, что делали? Соприкасается. 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 Поэтому я должен сделать так, я должен здесь вот убрать то, что я нарисовал, и нарисовать, что они ровно по одной клетке пересекаются. И это одна клетка, это и есть вот та самая клетка, через которую проходит или не проходит наш маршрут. И, соответственно, здесь у нас на самом деле m плюс 1. То есть, вот смотрите, здесь n клеток, здесь еще m клеток, но поскольку они пересекаются по одной, то там m плюс 1. Отлично. Теперь оранжевая. n минус 1. Конечно, n минус 1. Оранжевая, это очень легко. Это n минус 1. И теперь синяя. Синяя, это вот так вот будет у нас синяя. Это и те самые m. И формула. Минус 1. Формула. Число фибоначчи с номером m плюс n. Это. Финяя, это количество маршрутов, которые проходят через эту клетку, которые на ней побывали. Потому что сначала мы финяя способами с крайнего левого положения доходим до этого. А потом фи n плюс 1 способами с этого положения до крайнего правого. Плюс фи n минус 1. Фи n минус 1. Фи n минус 1. Это все маршруты, которые начались здесь и закончились непосредственно перед этой. Ну и естественно, чтобы было у меня все уж как на соседнем чертеже, у нас есть такой вот перепрыгивающий шаг. Здесь мы, когда шли, мы опять же не останавливались, а здесь наоборот прыжок минует n-ную клетку. Замечательно. То есть мы нашли формулу, которая выражает m плюс n-ное число фибоначчи через фи n-ное, фи n плюс 1-ое, фи n плюс 1-ое и фи n-ное. Ну, естественно, на этом теории число фибоначчи не заканчивается. Вообще, надо сказать, что в свое время даже был журнал, который выходил 4 раза в год. А впрочем, может быть, он и сейчас выходит, не знаю точно. И был посвящен числам фибоначчи и всяким другим вопросам. Потому что наука эта чрезвычайно содержательная. И я вам больше скажу. Одна из знаменитых математических задач была в 1970 году решена, замечательной математикой Тиесевичем, именно при помощи чисел фибоначчи и при помощи рассмотрения разных экскурсов. А что за задача была? Задача была, это вам трудно рассказать, но в двух словах могу. Задача была такая. Существует ли способ узнать по уравнению, имеет оно решение в целых числах или нет? Вот, представьте себе, вам написали такое уравнение, скажем, 2х плюс 1 равно 3х. 2х плюс 1 равно 3х. Есть у него решение целых числах? Да. Есть у него решение целых числах? Какое? Например, x, y равна 1. Давайте напишем вам какое-то другое уравнение. Скажем, 4х плюс 7 равняется 22х. Есть у него решение целых числах? Нет. Почему? Потому что 2, 2, y это четное число. Абсолютно верно. И 4, и 4, и 4. Одно четное, другое нечетное. Вот. Представьте себе, что вам напишут какое-то сложное, да, там, может быть, что будут знать умножения, а не только плюсы, уравнение, в котором будет несколько переменных, и спросит, есть у этого уравнения решение целых числах или нет? Так вот, замечательный математик Давид Укер между XIX и XX веком сформулировал знаменитый свой список проблем, где одна из них так формулировалась. Можно ли, когда нам дают многочлен, узнать, есть у него корни целочисленные или нет? И вот 70 лет потребовалось размышлений, чтобы выяснилось, что такого способа нет и никто никогда не найдет. Его нет не в том смысле, что его еще не придумали, а оказалось, что, в принципе, эту задачу нельзя решить. То есть нет способа, который по многочлену, по уравнению такого типа, только знать умножения тоже разрешены, который по уравнению такого типа сообщает вам, разрешимо оно в целых числах или нет. То есть удалось в математике найти такой вот замечательный пример задачи, которая, с одной стороны, очень естественная, да? Вот заметьте, что я вам написал два уравнения, и вы довольно быстро про каждое из них сообразили, там, в одном случае есть решение, в другом нет. Но, оказывается, в общем виде ее не решат никогда. Там, на самом деле, даже интереснее выяснилось, что к этой задаче можно свести вообще любую математическую проблему и так далее, и так далее. Еще есть отличительная логика, там все это будете изучать. Сейчас разговор не о том. Сейчас мы те же самые числа Фибоначчи получим в виде некоторого замечательного дерева. Да, оно у нас будет называться «Дерево Фибоначчи». На самом деле, это знаменитая задача о кроликах. А, да, знаю. Знаменитая задача о кроликах. Даже хоть и знаешь, все равно я ее сейчас вам скажу. Просто ради полноты картины, чтобы знали все. Значит, смотрите, ребята. Давайте считать, что кролики никогда не умирают. Давайте считать, что кролики, они всегда рождаются парами. Это, конечно, странное условие. Но, тем не менее, для нашей математической задачи будет так. В течение года сколько раз? Зачем? Ну, зачем так ограничивать себя? Давайте же до бесконечности. Вот, давайте до бесконечности. Ну, только давайте так. Значит, пусть у нас молодые кролики будут обозначаться какой буквой? Х. Почкование. Не хочу. Нет. Почему я тебя не понял? Почему я тебя не понял? Почкование. Молодые кролики будут у нас обозначаться буквой Б. Вот я так хочу. А вот старые пары кроликов будут обозначаться буквой А. А это что? Чшшшшш. Чшшш. Теперь я вам нарисую картинку очень простую, которую впервые нарисовал итальянский математик Банан. Чшшшш. Чшшш. Чшшш. Так. Ммм. Нет. Нет. Начинается все с молодых. Жила-была пара молодых кроликов. Ровно через месяц она осталась. Мы будем считать, что кролики становятся взрослыми очень быстро, ровно за один месяц. Ровно через месяц эта пара дала потомство. То есть, во-первых, сама осталась жить на этом свете, а во-вторых, появилась еще пара молодых кроликов. кроликов. Через месяц эта пара опять дала потомство. А молодые кролики превратились в старых. Ребята, я очень прошу вас сейчас самих в тетради и не лениться. Постарайтесь как можно больше. Я не знаю, насколько у меня хватает терпения на доске. А превратилось в А, А превратилось в А, А, Б. Давайте еще один шаг сделаю. Здесь А, здесь В, В превращается в А, А превращается в АВ, А превращается в АВ, В превращается в А. Давайте я объясню правила, по которым происходит переход. 1, 2, 3, 5, 4. Все, у нас есть задачи. Молодые превращаются в старые, в взрослые, а взрослые, во-первых, сами остаются жить счастливо, а во-вторых, дают еще детей. Вот такие правила. Буква «Б» превращается на следующий этаж в букву «А», а буква «А» превращается в две буквы. То есть она сама остается, и еще рядом с ней, справа, появляется «О», «Б». Вы знаете, если бы вы говорили серьезные вещи, я бы вас с удовольствием слушал, но друг от нас сейчас никакого, к сожалению. Потому что вы, понимаете, пытаетесь сестрить на тему старых и молодых, а мне нужны тематические замечания по поводу этой конструкции. Мне очень важно, чтобы вы сейчас увидели, как, не рисуя вот эти вот стрелочки, потому что, заметьте, я дошел до конца доски, и мне сейчас затруднительно аккуратно дорисовывать. Как можно выписать следующее слово? Итак, первое слово «Б», потом «А», потом «АБ», потом «АБ», потом «АБА», «ААП», «ААП», «АБА». Есть ли какая-то закономерность? А там чередуются сегодня, «АБА». Чередуются сегодня, «ТО». Ага, точно. Число «Фибоначчи»? Нет, количество «Фибоначчи» — это число «Фибоначчи», но это мы уже знаем. Следующее слово. Да. Количество «А» всегда, количество «А» никогда не будет меньше «Фибоначчи». Количество «А» никогда не будет меньше «Фибоначчи». Нет, слушайте, вам надо потом стать великим организатором науки. Потому что вот такие умные мысли, как вы говорите, вот это замечательно. То есть из вас уже сейчас получится президент Академии наук какого-нибудь замечательного странного государства, где вот науки совсем нет, а Академия наук нужна. Туда вас уже можно посылать с нынешним вашим людям. Будем с умным видом говорить, что букв «А» никогда не бывает больше, меньше, чем букв «Б». Понимаете, наука. Такая замечательная, замечательная наука. Настоящая наука, она должна давать результат. Настоящая наука – это не умство у нее по какому-то поводу, а действительно серьезное замечание. Понимаете, вы сейчас можете сказать, что на первом месте у нас все время идет буква «А», кроме самого верха. Это все замечательно, но настоящее, вот настоящее открытие. Посмотрите на эти слова. На самом деле, как образуется следующее? Следующее слово будет тринадцатимуфленное. Как оно получается из предыдущих слов? «А» превращается в «А»? Это все вы на уровне отдельных букв смотрите. А еще посмотрите на слова. На слова целиком. Не копаться – «А» превратилось в «А», «Б» превратилось в «А». Ну, ребят, ну. Слова не есть, но точнее не добавляются, но новые буквы добавляются к предыдущему слову. Новые буквы добавляются к предыдущему слову. В том смысле, что первые восемь букв следующего слова – это и есть то, что уже написано. Да. А, кстати, заметьте, пошлоилось еще. Слышь, секунду, отмечать от ерунды, которую раньше говорили – это дело. То есть, вы можете, не глядя и не рисуя вот эти вот штучки, первые восемь букв результата написать. Хотите, сделаем? Да, конечно. Поехали. А превращается в «А», «Б», «Б» превращается в «А», «А» превращается в «А», «Б» превращается в «А», «Б» превращается в «А», «Б» превращается в «А», «Б» превращается в «А», «Б». пожалуйста, я ради вас сделал полностью работу. Так вот, какие восемь букв я мог сразу написать? Первый, да? Вот эти восемь букв, это в точности вот эти восемь букв. Да. А дальше идут первые… Они же последние. Первые буквы… Первые пять букв пятибукленного слова. Да? Или нет? А, пап. Да. А, пап. То есть… Это… Ты не догадался. Короче, ты не догадался? Надо меньше умствовать в том, что, так сказать, скучное. И больше обращать внимание… Да. Все уже поняли? Да. Все уже засел, все понял. Да, конечно. Молодцы. Молодцы. Живо было синее слово. И превратилось оно в оранжевое. Понимаете? Синее слово Переходит в оранжевое Понятно? Почти Оранжевое слово Превратилось В белое Белое А вот внимание, Илья, теперь смотрите Что очень важно Белое слово Пока нельзя Сейчас я нарисую Белое слово На самом деле Это в точности То же самое Что оранжевое К которому добавили синий Вот это Мы могли бы не рисовать А это то же самое Что оранжевое и синие Хорошо? А давайте так сделаем Вообще, зачем мне это белое не рисовать? Я на это место нарисую Тот самый оранжевое Оранжевое слово И синее И обратите внимание Это очень важно У нас белое Переходит в оранжевое Из оранжевого У нас Делается вот так Согласны? Да Отверг следующий этаж Как только вы догадаетесь Нарисовать То все будет абсолютно понятно Из этого оранжевого Из оранжевого У нас по плесням Получается Оранжевое И синие Разумно? Из синего и оранжевого Так А из синего и оранжевого Здесь места нет Точно рисовать Но смысл такой Значит, еще раз Синее Переходит в оранжевое А оранжевое Переходит вот в это И в результате Если у нас здесь был верен закон О том, что вот это слово Получается конкатенацией Значит, когда к одному слову Приписываешь другое Называется конкатенация Двух предыдущих То ровно так же будет здесь Вот это вот слово Получается приписыванием К этому Отлично Мы с вами доказали Замечательный закон Значит, каждое следующее Слово Фибоначчи Получается приписыванием К предыдущему Предпредыдущему На самом деле Там есть закон еще более интересный Ладно, у меня чуть-чуть времени осталось Поэтому я расскажу Там есть закон еще более интересный Только чтобы это вам рассказать Нужно, наверное, мне написать Вот это слово И следующее Следующее за ним То есть Восьни буквенные Это у нас скольки Тринадцати буквенные А следующие будут Скольки буквенные? Тринадцати буквенные Двадцать один Двадцать один Следующий будет Двадцать одна А следующая? Крифе Два Тридцать четыре Тридцать четыре Тридцать четыре, конечно Так вот, господа Давайте я это быстро выпишу Чтобы выписать слово Фибоначчи Из двадцати одной буквы Надо переписать вот это И добавить вот это Согласны? Нет Пишу Ап А А Пожалуйста, за мной следите Ап Ап Это я дошу до этого места Потом я пишу Аба Я дошу до этого места Потом Ап Ап Очень хорошо Ап Ап Все Тринадцатый буквенные Я выписал Теперь я к нему должен Прибавить Восьми буквенные Это Ап Ап Еще чуть-чуть Ап Ап А Еще чуть-чуть Это что? Это Аба Аба Хорошо Теперь Тридцати четырех Буквенное Как оно Делается? Легко Надо Переписать Вот это слово Аб Аб Ап Аб 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 Так И приписать К нему Тринадцатый буквенные Легко Аб 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 Отлично Отлично Это не русский язык Это не русский язык Это не русский язык Это мы учим числа Аб 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 Гл mentions Сейчас, на самом деле, будет вещь абсолютно удивительная. Сейчас будет вещь абсолютно удивительная. То есть, казалось бы, никакой закономерности. Казалось бы, выписаны буквы А и В в каком-то порядке, ну, просто... Сумасшедшим порядком. Да. Никакой закономерности. Ну, видно, что буквы В чуть-чуть поменьше, чем буквы А. Да? Потому что... Ну, на самом деле, и буквы А, и буквы В тут, естественно, число фибоначчи штук. Это легко проверить. Посмотрите, там, и доказатель тоже легко. Это все понятно. Расплево сейчас не о том. Я сейчас вооружусь двумя кусочками мела. Снова. Да, снова. И, господа, буду делать следующее. Я буду писать сверху номера буквы В, а снизу я буду писать номера буквы А. Поехали. Значит, поехали. Один. Два. Три. Четыре. Догадайте. Двое. Два. Четыре. Шесть. 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 Девять. Десять. Десять. Одиннадцать. Десять. Это очень плохо, что вы уже успели услышать эти великие имена, там, Паскаль, Стижин, это все замечательно. Только вы, к сожалению, еще не успели выучить что-то такое, а уже, как такие вот столичные присыщенные... Вот здесь почему 17 и сразу 19? Потому что после 17 идет слово 18, а после 18 и 19. Ну тогда после 20, а тут 21. А это другое. Спасибо за то, что вы исправили мою ошибку. Это уже действительно моя ошибка. Кстати, как таблетку везде, раньше проверьте, пожалуйста, что-то, потому что... Вот ошибиться я мог легко. Извините, я... Все правильно. Все правильно? Замечательно. Да. Андрею, спасибо за то, что у нас спас. Иначе бы все дальнейшее было бессмысленно. У меня бы ничего не получилось. Целую. Осталось чуть-чуть. 27. Так. 28. 29. 30. Что там дальше? 31. 32. 33. И 34. Нормально? А вот сейчас я возьму табличку и выпишу эту табличку отдельно красную часть и отдельно синую. То, что вы говорите, это ужас, очень плохо вас активизует, потому что умение, что называется, не сдаваться, это вещь, пожалуй, самая главная во время учебы. А мы не сдаёмся? Нет, вы сдаётесь. Вы уже внутренне это определили как то, что превосходит ваши возможности. А если вы приняли про себя такое решение, то уже всё, то оно и действительно уже превосходит ваши возможности. Подождите, господа, я настаиваю на том, что в тетрадях эта таблица должна быть, потому что ничего действительно сложного здесь нет. Вы вполне можете это понять. Принцип, по которому эти числа выстроены, очень естественный. Вверху написано номера буквы B. А потом спрашивать будут? Потом? Ну не знаю, посмотрим. Может быть, мы их нажимаем? С соусом каким-нибудь подьём? Солосом подьём? Солосом подьём? А замыкайте носик? Посмотрим. Посмотрим. Давайте главное выпишите. Главное успеть туда их выписать. А уж что с ними делать? А теперь вот здесь 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21. Дальше самое интересное. Белые числа я могу легко написать. Не белые, а синие. Синие числа я могу легко написать дальше. 24, 25, 27, 29, 30, 32 и 33. Математика 1, 2, 3. Начинается с одной задачи с каких-то нам кроликов, с каких-то букв A и B. И сейчас увидим. Удивительный законодатель. Красных числа плюс 3, плюс 2. Везде я понимаю, что разница вот здесь вот где-то равна 3, где-то 2. Я понимаю, что здесь разница равна где-то единице, где-то двойке. Это всё неинтересно. Вы мне скажите, действительно фундаментальный закон, которому удовлетворяет таблица? Действительно удивительную закономерность. Да? Ну вот разница. Покажи. Не надо ничего писать. Покажи пальцы. Вот здесь разница 1, здесь 2, здесь 3, здесь 4 и так далее. В каждом столбце 10, 1, 12, 13. Я тоже хотел разница. Хотел. 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 Это замечательно. Это замечательно. Не успеешь что-нибудь открыть, как сразу напекут перед шестью. Знаете, такая есть фраза. Действительно. Я понимаю, что вы очень хотели это всё посмотреть и открыть. Ну вот, да. Первое дело посмотрел. Да, конечно. Кто-то первое дело посмотрел, кто-то не посмотрел. Важно другое. Что я на основании этой закономерности. Но я хочу доказать надо. Но, тем не менее, я могу очень легко найти что? Следующие красные числа. То есть, смотрите. Здесь разница равна чему? 13. Значит, дальше разница будет какая? 14. Значит, я не обязан выписывать слово. Но, я могу взять и сказать, что это 36. А здесь разница будет 39. 15, что будет 39? Здесь разница будет 16, здесь будет 41 и так далее. На самом деле, здесь есть закономерности во много раз более интересные. А именно та последовательность чисел, та последовательность бахнет от этих вот. Которая у нас здесь получилась, оказывается, управляет игрой Цянь Ши Цзы. Это вот что такое. Две кучки камней. За один ход можно взять или сколько хочешь из одной кучки, или сколько хочешь из другой. Или из обеих, но поровну. Кто взял самый последний камень, тот выиграл. Оказывается, что для того, чтобы правильно играть в эту игру, нужно знать именно вот эти вот пары чисел. Давайте сыграем. Я сейчас любого обыграю. Так, Андрей, давай. Значит, говори, сколько у тебя будет в одной кучке камней, сколько в другой? Любое число. Любые два числа натуральных. Натуральных. Ну как? Количество камней. В левой кучке будет? Одиннадцать. Одиннадцать камней. Замечательно. В правой? В правой будет тринадцать. Так, а я ищу, 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 ищу. Одиннадцать. Одиннадцать. Одиннадцать здесь нет. Но зато я здесь вижу замечательный факт. Восемь тринадцать. И я говорю следующее. Значит, из кучки, где одиннадцать, беру и камня, и там станет восемь. Хорошо, Андрей? Заметьте, что я сделал. Я вот в эту ситуацию поместил. Пошел. То есть, не знаю, делай что хочешь. Либо. Либо поровну из обеих кучек. Хочешь отсюда, хочешь, хочешь всю. Хочешь отсюда тоже сколько хочешь, хочешь всю. Но все не нельзя. Все, если выбросишь, то я другую всю выброшу и великую. Поэтому так уж все сразу не выброшу. То есть, они были поровну, то конечно, может был в обеих. Ну, допустим, выбросил. Из левой или из правой? Ну, из правой. Из правой выбросил три. Хорошо? Стало десять. Я смотрю, восемь, десять. Смотрите, вот здесь вот есть замечательное. Десять, шесть. Значит, я беру и делаю, чтобы здесь было шесть. Опять вот в эту ситуацию. То есть, смотрите, я не скрываю свой способ игры. Он основан на выигрышных и проигрышных позициях. Способ игры у меня следующий. Способ игры следующий. Я все время пытаюсь получить одну из вот этих позиций. Да, пожалуйста. Андрей, говори. Допустим, выкинул четыре. Откуда? Из правой. Из правой четыре. И это была большая ошибка. Потому что шесть-шесть, и следующим ходом я выиграл. Но на самом деле шансов у вас не было по одной простой причине. Вот пара, которая здесь, обладает замечательным свойством. Как только есть пара, которой нет в этой таблице, из нее можно получить пара таблицы. Но как только у вас есть пара из таблицы, из нее ничего, входящего в таблицу, получить нельзя. Конечно, так вот за пять минут это все не расскажешь. Играть с речицей – вещь очень содержательная. Да и про число Фибоначчи, на самом деле, я вам рассказал далеко не все. Знаете, пожалуй, самое забавное свойство числа Фибоначчи, которое я не успел обсудить. Оно мне очень нравится. И, кстати, у упомянутого Вышима Тимзевича тоже именно оно очень-очень-очень было использовано. Значит, кто помнит числа 13, чтобы не с самого начала описывать, 21, 24. Такое было? Да. 55, 89, да? 24. Да, замечательно. Господа, пожалуйста, вычислите нам следующие числа. Следующие числа, пожалуйста, вычислите. 55 в квадрате минус 55 умножить на 34 и минус 34 в квадрате. Это одно число. Я не буду вам сейчас подсказывать, я просто прошу реально посчитать и сказать, насколько будет. И другая вещь. 144 в квадрате минус 144. Это надо просто в столбик считать. Тут я не хотел бы, чтобы вы никакие приемы применяли. Просто взять и посчитать. Так, жду. Жду ваших ответов. Я ответ наизусть помню, поэтому могу бы сразу сам описать. Но лучше, если все-таки вы сами посчитаете. На бумажке. 55 в квадрате. Кстати, это сколько? Это 1025. Молодец. Чтобы быстро ввести в квадрат число, кончающееся на 5, надо 5 на 6, в данном случае, да? Вот это число может на следующее. 30 и приписать 25. 2025. Совершенно верно. Ну а уже дальше сами посчитайте. Быстро. Быстро. Так. 20. 30, 30, 30. 30, 30, 30, 30. Тихо, 30, 30, 31, 32, 32. Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...